Здравствуйте! Мы вас ждем с удовольствием. Ребята из 7-й Витебской гимназии – частые гости в доме Евдокии Колосовой. Всегда готовы помочь с доставкой продуктов. Если что-то сломалось, починят. В кругу пионеров и волонтеров бывшая малолетняя узница встречает и праздники. В программе дружественного визита в преддверии 9 мая слова благодарности за победу и восстановленный город в рифмованных строчках. В любом краю, любой страны ребята не хотят войны. Им в жизнь вступать придется скоро. Им нужен мир, а не война. На пожелтевшей от времени черно-белой фотографии малышка Евдокия сидит на земле на фоне лагерного барака. Ей было чуть больше двух лет, когда семью отправили на принудительные работы в Брюссель. Уникальный снимок сделан немецким комендантом, который без какого-либо сочувствия наблюдал за тем, как голодный ребенок часами ждет на улице возвращения матери и сестер. Лидия Петровна вспоминает, когда их освободили американские войска, людям предлагали поехать в любую европейскую страну и даже на другой континент. Но практически никто не согласился. Пленные мечтали вернуться в Советский Союз и снова увидеть родные места. Слыша историю о тех страшных событиях из уст кузников, малолетних ветеранов, все эти события наиболее красочно откладываются в памяти. И дабы не допустить повторения, мы должны определенно делать какие-то выводы на нас, на молодое поколение. Сейчас возлагается ответственность за следующие поколения. Мы построили фундамент независимости нашей Беларуси. А вам построить, суверенитет сохранить, умножить и приумножить все это. Услышать о той далекой войне из уст очевидцев, вместе с ними прочувствовать боль потери, триумф героизма. Теперь эта возможность делается редкой и особенно ценной. С каждым годом их становится все меньше. Сегодня в Беларуси проживают чуть более тысячи ветеранов Великой Отечественной войны. Тех, кто сражался и вышел победителем, своим настоящим мирным небом и независимостью мы обязаны именно им. Дом Анатолия Бубенко хорошо известен жителям Тереховки. Единственный оставшийся в поселке ветеран всегда окружен вниманием. Вот и сегодня ученики первой школы решили сделать бывшему партизану подарок. Не на словах, а на деле. Мы пришли, чтобы помочь облагородить дом. Мы покрасим забор, чтобы к 9 мая все было красиво и чтобы порадовать человека. Анатолий Иванович гостям рад. Всегда с удовольствием рассказывает ребятам о боевых подвигах. В том же возрасте, что и они, он пускал под откос вражеские поезда в Брестской области. Немцы охраняли сильно железо-дорогу. Надо было рассчитать по минутам там. Делали взрывные такие шашки. 200 грамм мыла примерно. Шнур натягивали, незаметный. Страшно было. 16 лет он был самым юным участником партизанского отряда «Советская Белоруссия». Однако события, которые привели к этому, ужасают. Детство закончилось, когда в родную деревню у Волчьей Норы пришли фашисты. У нас немцы сожгли 300 с лишним человек живыми. У меня сожгли дедушку, бабушку, дядька, тетка и трое детей. Семь душ живыми сожгли. От воспоминаний – слезы. Сам Анатолий чудом уцелел. Когда пришли каратели, он осматривал гороховое поле. Вернулся уже на пепелище, собрал выживших детей и направился в лес. Пережив такое, нынешнему поколению дают простой, понятный, но очень важный наказ. Чтобы люди мирно жили, друг друга уважали, любили. Гости вернутся сюда совсем скоро – 9 мая – с подарками и цветами. И обязательно с песнями, которые Анатолий Иванович бодро исполняет в свои 97 лет. А в Калинковичах на этой неделе военные мелодии звучали под окнами Галины Леликовой. Стройная и статная участница Великой Отечественной войны с волнением принимает юбилейный знак – 80 лет освобождения Гомельской области. В честь события у дома марш военнослужащих Мозырской пограничной группы, музыкальное попури и поздравления от школьников. Мы пришли поблагодарить Галину Алексеевну за мирное небо над нами, за то, что мы можем спокойно и мирно жить. В 1941 году уроженка Смоленска несовершеннолетняя Галя вместе с сестрой ушла помогать в госпиталь. В военных условиях лишних рук не было. Сестра работала постоянно на операционном зале. Я телефонисткой работала на коммутаторе. Эвакогоспиталь был на передовой, двигался за Третьим Белорусским фронтом. Палаточный городок для раненых разворачивали в 30 километрах от поля боя. Смены длились по 12 часов. В душевной беседе с губернатором она призналась, что выносить колоссальные нагрузки и недосып помогала молодость. А сегодня здоровье уже совсем не то. Скинуть бы лет 20. Ответ нашелся быстро. В подарок к 9 мая Ван Крупко предложил путевку в санаторий. Набраться сил и впечатлений. 20 лет не обещаю, а годков 5-10 сбросил. Ох, так это было сильно хорошо. Обеспечить достойную старость тем, чью детство и молодость были так безобразно искалечены войной. Важный посыл для жителей суверенной Беларуси. Постараемся делать так, чтобы они гордились страной, которую мужественно отвоевали у оккупантов. Дышали свободным воздухом и понимали, что теперь на их защите стоит государство и люди. С ходом времени эти скромные и стойкие герои уйдут безвозвратно. Но будет жива связь поколений и народная память в сердцах.